Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают ну может и так я думаю вот типа 8 из 10 игроков 80 персонажей будет очень большое маленькое количество потому что это бывает когда рандом один там или два это плэксми друг прострелят или еще чё но вот именно я помню было у кого-то прострелил блин не помню мне тоже не вспомнил кого и что несколько раз на ну конечно но что мы видим видимо варбиста во-первых соскучились даже немножечко за ним мы давно его не пикали для команды легиона варбист в хардлайне похоже будет у команды ваша бицепса ржан да пашка бицепс сейчас фирменный поведет крипов и опять получит как там собаки есть нормально мне он с тобой пойдет тебе не себе не изменять может ману не сливать и вкачает крик но он не помню против кого играли он стоял ластоном против караб туда и ну и не дал трейл караб тут высосал вторым скиллом у него 10 хит-поинтов а он не дал трейл горитмана пожалел и пуглас отдал на второй минуте а че он так больно бьет он это вспомнит если будет смотреть это мило он самек этот момент помню ну блес на соуси во первых снова хаг для зиртаха супер успешного инженеру доминашена кстати хоть и доминашен и сильный и хороший достаточно игрок но именно инженеры по моему ему как-то не идут у него винрей попадание кега и процентов 22 эффективная ульта только когда вижу врага вот так вот называется враг ульта убегать но тем не менее в ардинге думаю какой-никакой будет все-таки как для вообще пик смотрится достаточно десант команды их и хэлборна и легиона так таких трудно попасть по себе знаю кракен в песни это все больно да и блес да и соус тоже достаточно неприятный персонаж в принципе это будет самое интересное в этой игре понаблюдать за блеском нацелуйтесь я просто не видел сейчас уже нельзя реплеи качать и особо не слежу но вот именно лесник блеск вообще всегда интересно явно не приедет такая у тебя почему я без иронии мне просто иногда очень интересно как темпоста можно 200 даже пашка ли говорят делается да даже я смогу ставить это марка на 13 пашка до фирменная его наркана 13 ну три дженда уже запустил удочку да уже посмотрел чё где к чему тут конечно пробобрели протопорили дабл стак для солстиса но не знаю не умрет ли он сейчас на первом левеле сразу вот такой челлендж возникает на самом деле конечно ну прям супер нафармила собственно не получится и блес учитывая то что он из лесу выходите на 20 по результатам статистики последних нескольких игр я думаю что соус все будет должно быть комфортно но тут все равно будут под вашем отводить будет а вот если чуть дальше пропорции то хотя ганга это варбиста удобно же да да его и хага совов убьет ну это зиртых он добрая хага должен быть агрессивный терпящий баблс казандару снова доверили баблса но он просто действительно может пригодился сильный баблс а вот и она сто процентов попаданий уже сто процентов можешь начинать считать я даже буду писать а вот он по-моему уже один раз кидал он уже два раза кидал первый раз мы не увидели а димана ну ты нашу ману мало но не было 120 интересно а он наверное собственно помогал там деревья уничтожить а кстати шула замолчал я думаю сильно приблизил к соус и на блин наслаждается я просто готов комментировать это как просто песню они груза левой левой правой левой левой правой это фарм предатор на самом деле в лесу еще звучит вообще не знаю как это делает пашка то бицепс что это было отвращение а это мусоршель слил а да не такой молодец как то он так грибов хотел добить и кега попало по нему и письмо застану ну надо ну тогда теперь вот так ну да тут уже на все 200 по-любому да в такой момент надо попадать кега ну тылочка а я говорил о том что пашка бицепс ухаги нормально вы стоили не выигрывает ухаги и харасит ее она уже типа шесть пять бобро села не не пять ухаги солтис еще два раза могу уйти а ну он с пассивкой да 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 а что сильно выручает второй скилл ну он сжатся я знаю его принцип его работа в том числе но как бы он ни о чем ну чё то я тоже думаю что не стоит укачать лучше встануть ну лучше встануть встануть в принципе чем ну да можно и застануть чем греть просто там есть тип кемп где настакаешь и настанет забегаешь да что ж ты делаешь казандар опять что ли брать ну пытайся задолжил встануть встануть с этой ковером и сейчас ходишь инженера сейчас он на флайе догонит три ооо ой не сильно хорошо ой не 50% на самом деле из трех семьдесят пять вот так он три кеги кинул одну и промахнулся чай еще четыре ну ладно шестьдесят шесть хакхата не мой день сегодня очень честно я всегда не могу разговаривать по этому типа вот сейчас солдис может выходить и нет ну и меня 20 минут 20 минут ну да вот этот на один качественный второй сейчас очень лишает нам он 15 наносит. Особенно вот этих пацанов. Это чтоб ночью быстрее фармиться, там же операции больше дома. Крекин в правом лесу простоял до 4го лвела. Еще пошел он стаки зафармил. Морф помогает ему. Что лови? Давай, чёрш, чёрш, чёрш. Ой, лол, порвалась. Было бы прикольно, если его назад так затянуло. Футбольнуло прям зац, это Эрнжент. Да, еще до фонтана почти влетел. На резинке. Ну, Крекин, кстати, старается. Да, то есть и подстакивает Эрнжентов, пытается не умирать. Афкшил. Паша плохо старается. На Афкшил. Четвертый лвела себе. А Редженд? Ну, первый Эрнженд и пятый. Не, ну, он мог получше фармить. И особенно если бы врагов на линии не было, я думаю. Ну, он что, умрет? Он должен. Ой, а чё Хага-то делал? Это как всегда, знаешь, типа Тауэр. Хага проходит мимо, и Тауэр такой, о! А ты говоришь, Зертех не агрессивный? Да, очень классный. Пошел подгребал от Тауэра, отблингнулся. Ну, кажется, неплохо. Действительно, не агрессивный. Но агрессивный же? Добрый. Ну, Блесс, в принципе, плановый десятая минута Мидас. Похоже. Ну, ща как бы, Паша может просто вызвать собаку и на Хагуну травить. Нормально все тут. Ну, она их, наверное, со Скримом-то, вперед. А? Потыкает. Блин, а чё? Тоже Мидас будет? А чё потыкает, если она сольет, блинку, наверное, на ульте догонит? Ну, блин, их не будет, наверное, сливать. Так, Скримом. Бьет их. Сколько у них? Не можешь? На 225 урон. Не, ну, можно, конечно. Ну, 475 хп. Агрессировать. Да, можно, наверное, хоть сейчас включать ульту и убежать за ней. Ну, давай, Паш. Так, глубоко она забегает. Первым айтемом на Волка ботинки приобретает Реджендо. Он, наверное, на Солте собавится просто. Есть Мидас на Солте. Ну, суть, у тебя достаточно ранний. Ну, да. Неплохо. А благодаря второму скиллу. Нет, я думаю, что это рецепт. Без перчатки просто. Одна перчатка и рецепт. Я не думаю, что вторая перчатка есть. Ну, да, было бы быстро. Ну, 227 на 6 минут. 7 минут, как бы. 1400, да? Не хватает одной перчатки. Это он себе принес древажерок или у него до сих пор осталось 5 штук? У волка. Не, принес, конечно. Паш, там погадай, курица юзает. Я думаю, может, мало ли этот ртф-то не харасит. Ну, базилка, типа и бобры, это уже хоть что-то. Это уже более-менее... На ближайшие 20 минут нормально. Так у него вообще все неплохо. 18 криков. Кракена 4. Кракена 4 и Таура одного нет. Сейчас не будет второго. Марш, кстати, активизировался, обратите внимание. Ну да, видимо. Это что? Понял? Край муха, да. Подслушал. Не, ну конечно, человек-какот. Чего ты так любит это слово именно? Человек-какот. Человек-какот. Особенно через кокот мне нравится. Наверное, шибко шкачил. Вон, вон, не ругайте с чего. Человек-какот. Неужели бы попытка задинаить? Не, 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 не. Не в этот раз. но и вот у маржа уже истинга в сорсере ой видимо пошел все уйдет на влете соус тис отгребает купил миндас есть ну сейчас ультую зафармить и нормально кого ну крипов слева трипус также есть казандар 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 есть даже без кеги понял у меня было все процентов накинута как то есть убийство без кеги да а если попал если дожкинуть если вы видите что у вас они бежал помогать но к сожалению не добежал казандар уже дважды погибает миллайн инженер бы не убежал сейчас да не бежал откинется не застанет не нью-йорс блесинг м зиртех салла первым этому это сильно учитывая что салла нерфили он может не в курсе да в курсе ну сейчас саленс вообще уступает по всем параметрам хексу пускай даже хекс подороже чуть не стоит может это шраут а кстати вообще неплохо или и много фарма для соуса сразу но так то устануло все нормально ну да трипл больших сразу 305 гпм ну марж проиграл продолжает проигрывать хотя у легиона уже два снесенных тавра полностью нет вообще второго года на лоу граунде внизу выголодец его 500 ну потому что баблс на миде вообще ничего не делает пестер фармит ну пусть так скоро пока ну да тут же вниз на горами ну да скажи 3-ти град хотел сказать скажи 3-ти град да кейга о задоджил ну попал бы да да не считается а пустые коверы баблс кстати я смотрю казандар чуть познакомился с килами потому что в прошлой игре он как-то много раз тейкаверы не юзал как но таки есть хочет добыл стакнуть яншитов наверное вместе с волком как-то под зафармить их мне нравится что активный варбист с тпшкой на всякий случай если что надо будет гангать с удовольствием а у мурин опять отвалился а интернет шалит гоняет он там сами эту кругу блин ну зачем почему сало первое там типа вот прям так хочется дизейбл по папе то да я не знаю в чем смысл во-первых она может его еще и не скинуть это сало там он с шрауда сам на нее начнет не знаю но я бы точно не стал покупать лайтбренд книжка там по стандарту 500 гпм 6 поехали ну да и зилайн это однозначно фармить что-то более ценное на медлайне заваруха нехороший ульт от доминейшна но все же большой компании пришли убивать спидмана и пестику чуть-чуть отсунули на там 400 голды попытку ой ультанул блеск неплохо хорошо допускать по все вообще ну продолжение дэмэджа нету да к сожалению нет дэмэджа зир так без маны прилетел дофармил бы уже дальше ну да не знаю он такой активный игрок любит гангать там помогать везде убивать агрессивно достаточно на линии стык вот зачем он и зилайн это поставили поставили бы опять в мид пестельница на топ чтоб там варбист вообще ничего не делал ну да 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 да ну да ну да ну да ну да ну да правда сейчас конечно будет конгар да я надеюсь ммм сейчас подожди конгар ну да ну да 15 минут нельзя пока завалтить то но кстати сейчас был бы реально очень быстрый конгар хотя и опасный но вижна у халборна нет в конгар не отыжимайте не отыжимайте не отыжимайте не отыжимайте Боря вот что они делают я не могу понять знаю вот ты приходишь играть в турнир и садишься и и каждая группа четыре раза в АФК кто-то мне надо срочно уйти и каждая группа три раза тебе надо просто отойти я не знаю если вот сели мы вообще редко паузу отыжимаем сели отыграли все довольно разошлись по своим делам и мы что так трудно эти паузы не ставить два часа прошло 20 минут и вторая игра длится 15 окей АФК ну так вообще сейчас конечно круто подрались достаточно ну и опять же Мэд очень старается вот и со скелетиком хорошо сыграл Хагу отлично поймал законтролил успел я думаю даже сказать типа Казандару не юзай сала поскольку я дам дизейбл они с Казандаром хорошо расставили Хагу и забрали зиртых а зиртых как бы надежда и опора по идее должен был бы быть команды Хэлборна его поставили в изи-лайн от него ждут там какой-то хорошего очень фарма и каких-то хороших айтемов а пока ими даже не пахнет сейчас с Арканом он вообще не очень смотрится вообще ничего не представляет хотя там тоже при том что очень по-моему правильно делает ФФ да и не только он это там седьмая минута лайтбренд ну типа ничего и лайтбренд ну да да лайтбренд разгоняет рабочая тема он разгоняет да он помогает фармить и никогда не помешает дальше а вот так книжка книжка на Хаге это вообще мастхэв в том то и дело такое специфическое решение а тем более что ну от Хаги серьезно на седьмой минуте звать кому-то типа эй помогай точно никто не будет ну вот никто это ты такой ранний лайтбренд потом тебе дают собственно и в принципе ты если команда требует этого можешь активизировать с этими айтемами если не требуют то ты можешь фармить с этими айтемами ты куда более универсальный здесь же если во-первых ты фармишь не особо с этим салом хотя он что там регенит ману помогает немножечко но форматом его не назовешь и пользы от тебя долгое время не будет никакой потому что сейчас ты по сути ты может быть и хочешь порубить а нету смысла потому что нет твоего айтема ты не фармишь большую батарейку он купил я понимаю что там волк её всё время спамит эту большую батарейку в принципе неплохо но маленькой бы хватило мне кажется я повторюсь не любитель грейдить батарейку вообще я такую беру её почему-то все любят редкликать сейчас большую батарейку не знаю почему ну Паша ли вообще всегда тоже не знаю почему Паша её всё время берёт я у него даже спросил недавно он не смог дать мне точного ответа я за последний наверное 30 только вот против FF взял потому что на Доркете спамил замедление ну и когда Армадон против них впавил туда я вообще батарейки беру ну пожалуй да есть такие персонажи которые вот всегда требуют эту батарейку ну которая просто она слишком хороша когда быстро набивается это действительно там Армадон какой-нибудь Зевс какой-нибудь ТДЛ да где маленькие монокосты это тоже Волк в принципе в принципе и Волк тоже неплохо но зачем большая вот чем она хороша денег-то она стоит не то чтобы сильно мало 500 коп это там кусочек из-за того же Арканстафа который он собирает не знаю вот если именно любовь райт кликингу большой батарейки мне непонятно если ты уже ммм который точно при том что его часто хочешь продавать ну в смысле типа не стоит выбор типа что продавать батарейку конечно даже Грейвлоки ты не хочешь продавать да батарейку хочешь ага вот он будет шла мы увидели тех двух кто подходил сейчас на ПК да неплохо неплохо ну мать заберут Офеля пытается его засейвить ну к сожалению почти хагу почти убил хагу добыл килл для ЗЖД хагу если кто-то куклу поставил убил бы ну смерть Паппитмастера не сильно хорошо он как раз там почти к 500 приближался но в принципе скоро он что-нибудь приобретет такой вот тоже на Паппит Грейвлокет все почему-то покупают почему Саш но он же много статов дает и как раз он же интовый кири он же интовый кири да но почему эти 700 копеек не инвестировать в более быстрый инвест а со старта айтем как раз на него то есть ну цирклетка плюс 3 квинте тебе надо сразу скупаешься на линию удобными айтемами для сборки игры в локету да 400 монет даже меньше ну чё 275 рецепт или 250 сколько там сам амулет 150 на амулете не хватает 150 и 250 рецепт ну да ровно 400 копеек и так въехать по кракену очень больно он его продамаживает но поймает ли и волк пытается догнать есть второй дизейбл волка не замедлишь релиз для кракен релиз не помогает против волка есть фраг для мэдвиста фрагмастер что-то игрался и кстати вот с этим тавером вполне вероятно это уже и будет инвиз пк на казандаре биджан да хорошо хардот для лгп он такой же как у хг почти что там 25 разница ну да вообще нет ну кстати в лес то 0-0-0-0-0-0 был бы если бы его не убили ни одного выхода на волка ни одного выхода на волка ну тут хотя бы у него гпм нормально не 200 как у темпаста он любит ну ну потому что это мидас ну да мидас ну пускай на темпасте тоже мидас собирает ну кстати да если не выходит все равно 20 минут почему не ну да все равно он любит фармить лес долгой не ну это значительно было бы эффективнее если бы он просто раз в 3 минуты пока там фармил левый лес да просто чарджер у волка просто так вот если уже не хочешь убивать выйди чарджни да это было без проблем был бы фраг на волке замедление на 2 ухаги у тебя стан с тычками там по-любому он не полный и вот до ульты мне кажется дважды можно было бы убить до 6 до 6 до 6 до 6 до 6 до 6 то есть если мы инженер получил сало и пока улту не поставят но наверное кстати перед смертью успеет да так и есть ульта от сухо как это страшно выглядит она просто хохит ходил ходил и умер кстати зертых по итогу блеск неплохую ульту раскатал но она получилась не супер эффективна ребята очень сильно продались хеллборд уже предлагает даться и кламам там 500 гпм хага там 400 гпм пест как бы пк ранний и всё ну да и там какими-то 11-молодовыми это было бы супер больно типа въезд пестелинса сверху хага этого уже достаточно чтобы половину команды выбрать ну да там еще и салтис ульту накатает а этот паппет который там со Шранкиным то есть он не будет решать вообще потому что пест с пк просто прыгаешь в паппет удаешь ему ульту и всё он умирает от хаги то есть с лайт брендом ну не конситрили чтобы что наверное блескал эй я что зря 20 минут формил свои мощные гпм чтобы вот так рано сдаваться мне нельзя такой гпм в лесу вы чё ну верят наверное в свои ульты еще и в пистарс пк не ну что то можно так то вообще неплохо типа пести заезжает сверху релиз потом накатка ульта всохлится и это в принципе больно хага продолжает всех догоняет ну да на бумажке всё неплохо только на бумаге у легиона то тоже всё есть и пк на баблс есть и инвизик на пайпите сейчас кстати будет реализация инвизика ну просто один удар пол visualize привет хага ну хага так то винтовых ботинках ну еще ничего впрочем так бы плюс одна тычка не помогло бы но все же там бы не помогло кухлую поставил один удар в ней тоже до свидания сейчас перейти не заберут ну я слючка чем ну что это за дейCI ствх всё дали волка которого wichtiger не забор выбор так вот ни как почему Почему? Зачем? Станлоки не продержишь его, далеко все были, а зачем тратить ульты уже? Вообще бы Кракен поставил свою Букартулку. Так, что-то с командой Кам явно не то, они Конгора бьют. Вот сработало, наверное. Ну и где этот тын-тын? Воут очередной, да? Угу. Марш причем убил Конгора, прям вот супер крутой. Может, посмотри, 1-0-5, после его 0-4-0, да, не сильно. Прям молодец. В этот раз, да, он пополезнее. И вышки урана они снесили, и ассистик где-то набрал. Конгора забрали более-менее рано. Кракен хотел в ВГ, но его отговорили, по-моему. Продал он сразу. И купил Мистик Вестман, вот такой вот пацан. Но уже, наверное, Вестман не актуален. Лучше бы копил на БК. А, соц, вот так вот. Это, по-моему, странно очень. Вообще не очень. А вот чем хорош тот айтем сейчас? Не знаю. На определенных героях, тех пориаторах он крутой. На Пердаторе, на Берзьеркере он хорош. У нас в соц есть же дефолт. Да, Ван Брингер. Гумиратор. Бээээээээ... Сань! тоже его разгоняет. То есть, покупаешь Midas для разгона, Lightbrand, потом... Нет, да, ты его долго разгоняешь, этого пацана, но когда разогнал, там хорошо он смотрится, он реально хорошо. С Midas'ом и Lightbrand'ом это сейчас было бы там 450, наверное. Да, с Downbringer'ом это хороший керри. Вот такое, к вам. Боум-боум. Недлительная была беседа в этой игре, 20 на минуту и консилит от команды Yates. К вам и 2-0, и, собственно, в своем Best of 3 они доказали, что достойный финал Кубка СНГ. Эта русская команда проходит уже точно занимать места на сцене, так скажем. Хотя еще до сцены целых, сколько там, 2 недели. Так, чуть меньше. Вот, но ребята уже стараются, по крайней мере. Не знаю, кстати, вот мне их текущий состав, в принципе, достаточно сильно нравится. Очень хорошо играют в Mad Beast и вот приобретенные, да, эти ребята? Ну да, Mad вообще неплохой игрок, но видишь, он из основного состава. То есть у них будет Moditus и будет Vladdy. Ну, честно говоря, я даже не знаю, Мэтч разобрал же свой сквад, по-моему. Да, но у него нет команды, это да. Ну, в Хам вряд ли он на Ланну будет брать, у них есть состав. Ну, тем более состав, у которого уже все билеты куплены. На эти Ланы так точно, а так вообще. А в целом, да, игрок-то неплохой. Игрок хороший, надо срочно кого-то его применить. Вот он последние эти игры все вообще так вот, очень старательно, безошибочно, очень... Ну, хорошо действительно отыгрывает. И его, собственно говоря, и поздравляем. С вами был Яком Ай, со мной вместе с Шайлой Стайлз и еще какие-то приходящие и уходящие люди. Это был Мурин и Тенди, на самом деле. И мы к вторым полуфиналам плавно продвинулись. Кубок СНГ продолжится встречей команды Кэц и СВАГ. Но это в случае этих ребят Кэц и 4 плюс 1. У СВАГов 3 плюс 2. Причем с Антенди, да и в общем-то мы видели по играм, что ребята не сильно довольны этим самым плюс 2. Я бы сказал, что чуть просела, наверное, команда СВАГ. Вчера они даже с Пашиным сквадом достаточно плотно сразились. Ну, в смысле, чуть-чуть не продули. И, ну так, результат достаточно, короче говоря. Спорно. Оставайтесь с нами. Шайл, тебе удачи и твоей команде. Я думаю, что даже она не сильно вам нужна. И рассчитываю на финал Кэц против Квам, который вы там вчера обсуждали, я видел. Может, не будем его играть? Ну, Камы любят мне играть. Да, я такое же видел. Ну, в общем, остаемся, собираем эту игру и насладимся зрелищем. Всем пока.